В развитие этой совершенно новой индустрии в ближайшие 6 лет российские власти намерены вложить более триллиона рублей. 16 октября в Москве был впервые презентован правительственный проект цифровизации российской экономики. Спустя два дня после этого в столице края специалисты из сферы информационных технологий уже обсуждают конкретные программы реализации на 11-м региональном IT-форуме. Алтайский край это сельскохозяйственный район. Конечно, это сегодня уже говорили цифровизация сельского хозяйства по всем направлениям. Мы не только будем говорить и показывать картинки, а будут люди выступать и говорить, как это делают и как они делают уже в других регионах. Один из экспертов форума, бывший глава Роскосмоса, а ныне один из руководителей компании «Российские космические системы» Анатолий Перминов. В рамках договора с правительством края предлагает включить наш регион в геоинформационную систему с точностью определения координат со спутников в 2 сантиметра. Такими возможностями не обладает ни американская GPS, ни отечественная ГЛОНАСС. Уже со следующего года возможность настраивать свою сельхозтехнику по сигналам из космоса получат аграрии трех пилотных районов, после чего опыт распространят на всю территорию. Соглашение с сотовым оператором из Большой Тройки позволит улучшить качество сигналов сельской местности. Билайн обязался вложить в развитие сетевой инфраструктуры в крае не менее полумиллиарда рублей в текущем году и еще столько же в следующем сезоне. Для нас это важно с двух точек зрения. Первое, в сельском хозяйстве, в сельской местности это скорость передачи данных, особенно те хозяйства, которые сегодня внедряют цифровые технологии, они имеют уже достаточно большие базы данных, а вот быстро передать их с поля, условно говоря, на рабочий планшет агронома, это не всегда получается. А сейчас мы с вами увидим, как на практике происходит уборка в онлайн режиме. Около 1% хозяйства Алтайского края уже находятся в процессе цифровой трансформации. По этому направлению разработки российских IT-компаний считают одними из лучших в мире. Заправить в полевых условиях с точностью плюс-минус 10 граммов, при том, что в оба бака этого трактора входит 1249 литров горючего. Когда счет идет на тонны, человек обнаружить отсутствие пары литров не может. Автомат тарировки баков с недоливом топлива борется в процессе заправки. Постоянно придумывают что-то новое, и памперсы в баке были, и непосредственно электронику пытались сжечь, когда успешно, когда не успешно. IT-компания из Барнаула за 15 лет работы оснастила больше тысячи единиц сельхозтехники в крае умными датчиками собственной разработки и производства. Они контролируют многое, но самое главное – умеют передавать данные в сеть и работать сообща в единой информационной системе. Можно проконтролировать работу техники, скоростной режим, заправки топлива, расход топлива, работа в сельскохозяйстве, уборку урожая, какие поля убраны, с какой скоростью производилась уборка урожая, кто вывозил данный урожай, куда вывозили. Эта программа тоже отечественная. Чтобы увидеть на экране поле, надо провести его картирование. В крае таким образом оцифровали больше 300 тысяч гектаров. На этом бескрайнем поле комбайн один, но он совсем не одинок. Благодаря системе цифровой связи все сельхозмашины действуют в единой цифровой сети. Механизаторам это дает отсутствие простоев. Уборку они ведут не глядя на остальных, а строго по карте бортового компьютера, который, не привлекая внимания механизатора, сам направляет машину для выгрузки бункера в нужную точку поля. Мы на край подъехали, выгрузились и поехали. То есть бункер наполняется и уже известно, что он есть, да? Да. Раз смотрю, я знаю чей это комбайн, вот по номеру. Скорость 10 км в час. Точки простые, могу выгрузить, сколько он стоял, сколько двигался. Полезное рабочее время. Этот планшетный компьютер у агронома Андрея Щербинина уже второй. Все-таки офисная электроника плохо приспособлена к полевым условиям. Он объясняет, цифровые возможности позволили хозяйству на 20% сократить затраты на топливо и повысить урожайность пшеницы, семечек и чечевицы в три раза. Планшет это только один момент. Это чтобы использовать в любой точке. Я могу работать там стационарно, на ноутбуке и здесь мобильно. Где бы я ни находился, я могу дать задание, проверить, проконтролировать. Сегодня сэкономить рабочее время хозяйству помогла вот эта автономная метеостанция. Ее установили на дальнем поле. Как отличается прогноз, который мы слышим по радио, по телевидению, от того, который метеостанция выдаёт? Ну, полностью отличается. Потому что осадки может километры здесь пройти, а здесь не будет. Метеодатчики с утра показали влажность на кукурузном поле выше 95%. Слишком сыро. Молотить такой урожай нельзя. Раньше аграрии узнавали об этом, только приехав на место и потом ждали погоды. А в этом хозяйстве с утра комбайны приступили к обмолоту семечек. А после обеда успели сделать вдвое больше остальных. Обмолотили на силос кукурузу. Субтитры создавал DimaTorzok